Всем привет! На связи Марсельез. Ну что ж, поговорим про озвучку. Озвучку мультфильмов. Озвучку Metal Family. Это экспериментальный формат, где я буду рассказывать об интересных фактах озвучки чего-либо. Если у вас есть идеи про озвучку чего можно будет рассказать, то настрочите об этом в комментариях. А сейчас об озвучке Metal Family. Ну раз вы смотрите это видео, то наверняка знаете об этом мультсериале. Ну а как ещё? А если вдруг не знаете, то советую посмотреть. Он всё-таки есть на ютубе. Бесплатно. Да. Авторы сего произведения это два художника и небольшая команда помощников. Алина Ковалёва и Фёдор Кузьмич днями и ночами напролёт работают над анимацией. У них на счету аж 13 серий этого Metal Family. Из каждой серии растёт качество, растёт озвучка, растёт сосна... Не то. Об озвучке. Как вы поняли, создатели Metal Family начали на пустом месте. Актёрки состав... Ну его можно сказать вообще не было. Всех персонажей озвучивали Алина и Фёдор. А, ну и ещё... Блин. Блин, просто... Блин. Какой-то из знакомых. Блин озвучивает отца семейки, Глэма, а.к.а. Себастиана, а также старшего брата, Ди. Алина озвучивает Вики, а также некоторых других женских персонажей, которые появляются в сериале. Но не всех. Ну и Фёдор, он же известен больше под псевдонимом Ксайдовник. Худовник. Он озвучивает Хэви, а также... Училок из первой серии, Кудряшая из второй серии, Суслика из той же серии, Стасика из третьей серии, Чеса, мужика, который зачитывал завещание, таксиста усатого мужика из серии про квест, всех второстепенных персонажей из восьмой серии, дворец Скворода, Декана из десятой серии... Вроде всех перечислил. Как вы понимаете, денег на актеров дубляжа нету, но вы держитесь. Зато Федя отлично может менять голос, что может превратиться в училку, которая поливает всеми видами оскорблений и жидкостей миленького Хэви. Ну, то есть самого себя, он же ведь еще и Хэви озвучивает. Забавно. Может сделать голос как у Чеса, что самое интересное, даже я при первом просмотре не понял, что Чеса озвучивает именно Федя. Для меня это было что-то из ряда открытия. В общем, ксайдовник большой молодец. Хех, большой. Алина, ну, она тоже молодец, она озвучивает почти всех женских персонажей. Да, есть исключения, но об этом попозже. Ну и третий главный озвучатор Metal Family, блин. Ролей у него не так много, но зато он озвучивает достаточно значимые персоны. Как я уже упоминал, он озвучивает Глэма и умудряется достаточно хорошо поднимать свой тон. Мне тяжело будет таким голосом. Ну и также D, где опускает свой голос до низов. Энергия, физическая ветчина. Также он озвучивает Лидию, сестру Глэма. А вы знали, что Лидию озвучивает парень, а? Я догадалась. Ну если да, то ставь лайк. А если нет, то тоже ставь лайк. И вот эта команда из трех человек озвучила весь сериал, вплоть до восьмой серии. Чем-то мне это напоминает, как я один озвучивал Ландерверс. Спросите, почему именно до восьмой серии? А потому что в восьмой серии появляется новый персонаж, Анна, подруга Вики. Ее озвучивала Ольга, я не знаю, как это читать, Шан Друик. Ну, поправьте меня, если что, авторы Metal Family. Справилась она со своей работой хорошо. Голосом получилось передать грубость персонажа. Ты щебаксов навеки! Далее следуют две последние серии первого сезона, которые стали очень важным для раскрытия Глэма. И сразу же все вспоминают отца Глэма и его строгий голос. Этот костюм, эта скрипка, это время, что я трачу на такую бездарность, как ты. Густава озвучивал Роман Волков, известный как... Эм... Ща-ща-ща... Варктром Студио. Он занимается озвучкой аудиокниг. Со своей работой озвучки Густава он справился великолепно. Так хорошо отыграл свою роль, что аж сам боишься, что он тебя сейчас шиндарахнет линейкой. Вот возьмет, вылезет через свой экран и будет тебя учить музыке. И за каждую ошибку бить линейкой по руке. Вот. Ух, страшно. Также в этих сериях принимали участие в озвучке и другие люди. Александр... Чуть не сказал пистолетов. Александр Просветов озвучивал учителя на вступительных экзаменах. Итак, все в сборе, кроме... Простите, застрял в вашем уютном туалете. Дарья Ломакина озвучивала пожилую учительницу, которая ставила зачет Себастьяну. Себастьяну, извините. Этого никто не знает. Алиса... Просто Алиса, да. Озвучивала второстепенных женских персонажей. Слушай, сходи за пивком, а? Олег Никитин озвучивал охранников консерватория. Ты его узнал? Нет, я без очков был. Все они, я считаю, справились с работой... Прямо хорошо. А вот озвучка Мамы Глэма, как по мне, не дотягивала до хорошего уровня. Немножечко вот не хватило вот этой эмоциональности. Что ж, с первым сезоном закончили. Теперь про второй. На данный момент вышло всего три серии. Но там есть о чем рассказать. В первой серии второго сезона, это если что, эпизод про крысу, был вот такой вот доктор забавный. Если что, его озвучивал сам Михаил Кшишстовский. Кто это такой? Спросило про себя 90% моих зрителей. Михаил в свое время был популярен. У него есть свой ютуб-канал. Там он выпускал ролики. Один раз фиг знает сколько ждать. Но вроде в последнее время он реабилитировался и даже достаточно часто делает видео. Конечно, его взяли на озвучку не потому, что он популярный ютубер и все такое. У Кшишстовского есть опыт работы в сфере дублирования фильмов и сериалов. Еще с 2012 года. Так что это не просто какой-то там ютубер. Вот, да! Во второй серии появляется новый персонаж. Лив. Чтоб у тебя рок в жопе вырос! Ее озвучивала также Алина. Озвучка вышла... Прекрасной. Новых голосов в этой серии не наблюдается. А жалко. Всех остальных второстепенных персонажей в этой серии озвучивал, как всегда, Ксайдовник. Что не скажешь про третью серию. В ней мы уже лучше узнаем про музыкальную банду Чеса и Глэма. Барабанщика Боба озвучивал Той Джем. У него достаточно хороший опыт работы с озвучкой. Поэтому вышло замечательно. Еще не видела правую. А, это и есть правая. Басиста Лорди озвучивал Аликс Вас. Он же помогает им с музыкальным сопровождением. Так что благодарите его за написание песен «Растет сосна», «Пол...» Да-да, такое слово сложное. «Патологоанатом» И «Smell like the cherry». «The cherry». «Smell like a cherry». Олег Ковалев озвучивал Поля. Того дяденьку в костюме, который дал золотую визитку Чесу. Честно, как по мне, его голос не подходит для данного персонажа. Слишком он мягкий. Это вас называют Чесу? Ему не получается передать вот эту важность и коварство Поля. Ах, кто там дальше у нас? Майки. Майки-маки. Микки. Микки-маус. Его озвучивал... Его озвучивал Фёдор Нечитайло. Ух, молодцы! Да... Уже все, наверное, пошутили про то, что Алина озвучивал Феникса. Фёдор в качестве благодарности озвучивал Микки. И вот этого... Гонорар будет удвоен. Каждый озвучил менеджера в их сериале. Прекрасно. Что могу сказать по озвучке Феди? Она... Ну... Такая себе. Ну, во-первых, есть у Феди некоторые проговоры. Особенно это слышно на первых его репликах. Не буду на это заострять внимание. Возможно, вы сами это слышали. Во-вторых, его голос, как по мне, не подходит данному персонажу. Может, они визуально похожи друг на друга, но всё-таки Майки больше выглядит как очень взрослый персонаж, которому 30 или даже 40 лет. Всё-таки слышно голос молодого человека, в то время, когда нам рисуют такого состоятельного менеджера. Дальше. Кхм... Лео. Парень, которого взяли в группу за место чеса. Его озвучивал... Лео. Хм... Забавно. Лео с Хелл Скрим. Смело Чеши-и-и-и-и-я-у! И действительно, такие ноты берёт. Молодец. Кстати, в титрах написано, что Лизу, ту самую девушку, что прервала репетицию, озвучивает Афанасий Коржик. Фиг знает, что это значит. Может, это псевдоним такой у девушки, которая озвучивала Яхезе. Да, было бы классно и мне бы поозвучивать у Мэтал Фэмили. Возьмите меня на озвучку. Ну пожалуйста, ну пожалуйста! А на этом всё, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будьте молодцами, что я ещё могу сказать, вот, да, молодцы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok